Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Продолжаются вопросы по поводу того и как мы проводим дистанционно психологические обследования в рамках приказа Минздрава 749N. Я хочу записать дополнительное видео, я такое видео уже записывал, но как говорится повторение мать учения. Итак, мы сейчас с вами находимся на главной странице нашего сайта, называется он, обратите внимание, lpfo.pro, легко и просто запомнить, лаборатория психологического обеспечения, PRO, от слова Professional. Сейчас это главная страница и мы переходим чуть ниже, здесь видим большую красную кнопочку, все для юридических лиц. Переходим, жмякаем на эту кнопочку и оказываемся на странице по оказанию и услуг и приобретению наших программных продуктов. Одним словом, на данный момент, на начало 2022 года, стоимость одного bpfo у нас составляет 31 600 рублей. Самый интересующий вас вопрос, который мне задают по WhatsApp, звонках и так далее. Одним словом, мы работаем в рамках 749 приказа, а точнее 749 N, вот здесь вот вы его видите. Вы его можете скачать с нашего сайта в соответствующем разделе документы, или же воспользоваться юридической правовой системой консультант 749 N. Это основной действующий приказ, подписанный министром здравоохранения и утвержденный премьер-министром Мишустиным. Там черным по белому в этом самом приказе написано, что работники потенциально опасных производств, связанных с источниками ионизирующего излучения, это могут быть непосредственно атомные предприятия, транспортирующие предприятия, любые предприятия, связанные с любым источником ионизирующего излучения, в частности вот в приборной панели самолетов есть колбочка, которая излучает. Следовательно, благодаря этому приказу летчики обязаны проходить такое ПФО. Но это я немножко отклонился от темы. Идем дальше. Соответственно, мы предоставляем дистанционное психологическое обследование как услугу. То есть без отрыва от производства, без коммунировочных расходов, поездок куда-то. Работники вашего предприятия, уважаемые руководители, если вы смотрите это наше видео, вот это видео, ваши работники могут пройти дистанционно ПФО. Вам предоставляется бесплатно программное обеспечение специализированное нами, разработанное и запатентованное в Роспатенте Российской Федерации. И вы проходите, ваши вернее работники, ну и вы, как руководитель предприятия, прежде всего Ростехнадзор требует руководителей, их заместителей, там директора предприятия, главного инженера, начальников цехов, отделов и так далее. Прежде всего пройти такое обследование, чтобы они могли, Ростехнадзор мог выдать вам разрешительные документы, лицензию как индивидуальной лицензии на конкретных работников, так и общую лицензию на предприятие с целью выполнения вот этих самых опасных видов работ. Соответственно, услуга, цена вопроса за одно ПФО составляет 37 600 рублей. Но, в том случае, если работников вы нам направляете до 10 человек, если больше 10 человек, соответственно, стоимость ПФО для вас составляет 21 000. У нас разработана система скидок, если более 50 человек, в этом случае одно обследование для вас будет составлять 8 700 рублей. Это краткое отступление финансовое для понимания, потому что часто задают такой вопрос, я сразу в этом видео расставляю все точки над «и». Помимо того, вы, уважаемые руководители, смотрящие это видео, можете увидеть, что у нас можно приобрести это программное обеспечение. Создание такой лаборатории, по моим расчетам, примерно на момент 2022 года составляет порядка 15-20 миллионов рублей. Я имею в виду помещение, ремонт этого помещения, наим сотрудников, разовые вложения, разовые траты, обучение, получение лицензирования, приобретение соответствующей мебели, компьютеров, столов и, главное, получение аттестации от Обнинска. Чтобы такую лабораторию создать у вас на предприятии, нужно пройти аттестацию в Обнинском научно-исследовательском центре прогноз у Волкова Эдуарда Васильевича, директора этого самого Обнинского научно-исследовательского центра прогноз, который от Минатома работает и, соответственно, занимается как раз вопросами аттестации таких лабораторий. Лабораторий таких на данный момент, по нашим данным, более 30, чуть более 30 по Российской Федерации. На всех атомных станциях 11 они существуют, но и на других предприятиях. Это тема отдельного видео. Одним словом, вы можете получить это все услугой, дешево и сердито, а можете приобрести такое программное обеспечение и создать такую лабораторию у себя на предприятии. В любом случае вам придется замыкаться на вашу медицинскую медсанечасть. Вы можете медиков озадачить, они обязаны выполнять этот приказ 749, чего крайне не любят и не хотят и не знают, как делать. Но вообще-то это задача Минздрава Российской Федерации, приказ-то Минздравовский. А вас, уважаемые руководители предприятий, контролируют лишь только Ростехнадзор, который без справки ОПФО такое обследование от медиков не примет. По 749 приказу. Одним словом, услуга или же создание лаборатории психологического обеспечения на вашем предприятии. Мы можем вам в этом помочь, методически обеспечить вашу лабораторию. У нас есть более 100 программных средств, которые должны применяться и использоваться в такой лаборатории или же кабинете на вашем предприятии. Вы можете выбирать. Хорошо, что есть выбор. Движемся вперед. Россия развивается, улучшается. С каждым днем живем все лучше и лучше. Одним словом, появляются новые законодательные документы, которые хорошо и правильно регламентируют вопросы культуры безопасности человеческого фактора. И это не может не радовать. Одним словом, если у вас возникнут какие-то вопросы, под этим видео будут все наши контакты, явки. Вы можете зайти на наш сайт. Здесь вот я вам уже его показывал в ПФО.Про. И здесь есть разделчик контакты. Вы можете сюда зайти, увидеть все наши пароли, явки, адреса, телефоны и так далее. Если вы хотите связаться с нами, прислать нам карточку предприятия, мы в ответ вам отправим коммерческое предложение, проект договора для проработки вашими юристами, экономистами, согласование этого договора. Предоставим вам, как я уже сказал ранее, программное обеспечение. И вы с легкостью и с успехом сможете пройти такую процедуру, как психофизиологическое обследование, дистанционное психофизиологическое обследование. Если у вас будут вопросы, вы можете звонить мне напрямую. Зовут меня Бороздин Виктор Николаевич. Я являюсь директором научно-прекламного центра АКМЭ, лаборатории психофизиологического обеспечения. Или же моим коллегам, моей замечательной сотрудницей Юлией Сергеевне. Она пояснит вам любые, даст любые ответы на вопросы, касающиеся заключения договоров, каких-то юридических моментов, пояснит и так далее. Здесь вот она представлена, я вам хочу ее рекламировать. Замечательная девушка, как там в фильме говорится, да, умница, красавица, комсомолка, просто красавица. Одним словом, если у вас возникнут вопросы, звоните Юлию Сергеевне. Если у вас возникнет желание заключить с нами договор и по закону пройти нужное вам психофизиологическое обследование, то милости прошу, мои телефоны тоже вы видите сейчас на экране. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.